Доброе утро! Петербургские вести продолжают работу в эфире в студии Никита Андреев. Здравствуйте! Атака радикальных вегетарианцев. Магазин на Московском проспекте разгромлен мясоненавистниками. Хорошо сидим, а главное высоко. Между Петербургом и Москвой запускают двухэтажный поезд. И все как у людей. В Петербурге показали самое трогательное современное российское кино про собак. Елки лохматые. Петербургские полицейские задержали радикальных вегетарианцев. Троих молодых людей оскорбила вывеска на одном из магазинов в Московском районе. Гастрономическую лавку владельцы назвали страшный сон вегана. Продавали там не только мясо, но и сыры, молоко, хлеб. Нападающие не стали особенно разбираться в ассортименте и разгромили магазин. Все снимали на видеокамеру, а ролик выложили в интернет. Причем мстить за зверей они приходили дважды. Ночью 3 января и 5. Разбили окна, лавки, вывеску, камеру видеонаблюдения. Камнями закидали дорогую итальянскую витрину в холодильник. А стены залили красной краской. Вот у нас экспозиция камней. Это часть булыжников. Многие из них уже в полиции. Это вот то, что нам оставили на память надпись. Если вы не прекратите свою деятельность, мы предпримем более радикальные меры. Да. Вот такие угрозы. Камни, они все в краске. Владельцы все еще приводят в порядок свой магазин. Краска очень сложно отмывается и подсчитывает ущерб. По предварительным оценкам это несколько сотен тысяч рублей. Подозреваемых уже задержали. Это 24-летняя девушка и двое молодых людей. Они дают показания, но не очень раскаиваются. Говорят, хотели проучить тех, кто не чтит интересы веганов. Теперь борцам зеленого фронта грозит до двух лет тюрьмы. А владельцы лавки менять название не собираются. Из принципа. Меньше пожаров и больше спасенных жизней. Накануне на большом совещании с участием сотрудников МЧС и представителей администрации Ленинградской области подводили итоги минувшего года. К сожалению, отметили на встрече, полностью избежать происшествий не получилось. В прошлом году в регионе произошло свыше трех тысяч пожаров. Правда, бороться с огнем стало проще. На помощь пришли дружинники. Также в трех районах открылись новые части. Их уже включили в боевой расчет. Мы на 10% увеличили количество спасенных. Это характеризует деятельность наших оперативных служб. Мы снизили количество пожаров. У нас снизилось количество пожаров. И последствия от них это от погибших людей. На 8% у нас погибших людей. Мы снижали на текущий год. Высокую планку работы спасатели задали на текущий год. И показали технику, на которой будут работать. Это новые высотные лестницы и спецавтомобили. Первый двухэтажный поезд Петербург-Москва начнет курсировать между столицами уже с 1 февраля. Причем плацкартных мест в составе нет. Он состоит только из купейных вагонов. Стоит такая поездка будет не дороже, чем в обычном поезде. Минимальный тариф на проезд в двухэтажном вагоне 1299 рублей. Время отправления из обоих городов ежедневно в 22.50. Время в пути данного поезда составит около 8 часов. Состав сформирован из 12 купейных вагонов, одного вагона ресторана и одного штабного вагона, который оборудован на купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Один такой вагон состоит из 16 купе по 8 на каждый этаж. Оснащен поезд по последнему слову железнодорожной техники. Бригада, которая будет обслуживать состав, прошла специальное обучение на заводе изготовителя. Напомню, это не первый такой поезд в России. Двухъярусный состав уже полтора года успешно курсирует между Москвой и Адлером. В Петербурге показали премьеру семейной комедии «Елки лохматые». Четвероногие герои, собаки-пираты Йока, хорошо известны зрителям по фильму «Елки-3». Подробности у Анны Лавроновой. Возьми микрофон. Вот, возьми, возьми. Что ты думаешь о фильме, да? Одна из главных героинь кинофильма «Елки лохматые» – собачка Йока перед камерой эмоционально. Вот уже полтора года на съемках и в жизни. Рядом с ней надежные партнеры и друзья. Пес-пират и кинолог Александра Степанова. Йока у нас молодая артистка в отличие от Айса. У нас они первые два года проходят подготовку специально для актерской карьеры. Так что ей сейчас чуть больше года и еще год впереди. А вот у ее напарника по кино – пирата. Мало кто знает, что в жизни эта девочка Айса уже большая актерская карьера. Они могли разговаривать и договариваться с совершенно какие-то сложнейшие мизансцены на повторении дубля, повторении рисунка. Иногда актер так чутко не чувствует режиссера, как вот иногда собака своего дрессировщика. Актер Андрей Мерзлигин вместе с Яном Цапником сыграли злодеев-антигероев для своих четвероногих напарников. По сюжету фильма «Хозяева» их зритель помнит по одной из новелл кинофильма «Елки-3». На время отъезда отдают своих питомцев в гостиницу для собак. Но Йоко и пират сбегают домой. Однако, казалось бы, счастливые каникулы прерывают воришки. «Хозяева» той самой собачьей гостиницы, которые были уверены, что никого нет дома. Незадачным злодеям пришлось пройти целую серию испытаний. На съемках пострадал только один человек у нас. Когда была команда, что к хорьку в клетку пальцами засовывать, прослушал, как ни странно, эту команду только один человек – это звукорежиссера. На предпремьерной встрече со зрителем режиссер фильма Максим Свешников пообещал, что съемки верениц новогодних историй с хвойным названием продолжатся. И влюбленная четвероногая парочка, она на пике популярности, конечно же, не исчезнет с экрана. Новелла про собак из «Елок-3» и пираты Йоко, эти две замечательные собаки, стали настоящими народными героями. Как известно, дебютный фильм собачьего дуэта «Елки-3» стал самой кассовой российской комедией. Его посмотрели более пяти миллионов зрителей. Создатели «Елок-Лохматых» верят, что их творение ждет не меньший успех. В широкий прокат фильм выйдет 29 января. Анна Лавронова, Алексей Купцов, Илья Кувалдин и роман «Великосельский», «Вести Петербург». На думских часах сегодня заменили стрелки, правда, пока только на двух циферблатах. Том, что смотрит на Дворцовую площадь и том, что выходит на Думскую улицу. Новые стрелки, точные копии исторических, они сделаны вручную из алюминия и обработаны специальным полимерным покрытием. Он защищает металл от окисления. На монтаж двух комплектов стрелок ушло не менее шести часов. Перед установкой пришлось отрегулировать сам часовой механизм. Из-за резкой смены погоды его точность сбилась примерно на полторы минуты. Каждая стрелка – это индивидуально. Каждая стрелка подогнана под свое место, посадочное место стрелки. Плюс еще нужно механизмы переустанавливать. Работы много. Стрелки буду ставить вот через это окошко. Наружу мне вылезать не надо. Через окно можно все сделать. Заменить стрелки на двух других циферблатах планируют в конце следующей недели. После их монтажа часы на Думской башне полностью возродятся. Напомню, механизм пришел в негодность семь лет назад. Тогда его законсервировали и перевели на электропривод. Голос Невскому проспекту вернули в ноябре прошлого года, теперь на главной магистрале города. Каждые 15 минут раздается звон двух колокольчиков, а каждые 60 минут большой колокол отбивает целое количество часов. В Петербурге появилась Ассоциация студенческих объединений России. Торжественное открытие сегодня прошло в городском студенческом центре. Активисты нового движения займутся проблемами молодежи. Они окажут помощь в учебе, науке, творчестве и спорте. Сегодня региональные отделения Ассоциации работают по всей России. Все они созданы при поддержке Министерства образования и науки, Министерства культуры, а также Российского союза молодежи. Петербургские зубры и бизоны получили новогодний подарок. Посылку для парнокопытных собрали жители города. Они отправили обитателям питомника новогодние ели. Акцию по приему хвойных провели в Приморском районе. К ней присоединился и наш телеканал. Зубрам в Токсовском заповеднике привезли сосну, которая украшала последний месяц редакцию новостей. Вместе с остальными собранными деревьями она и станет вкусной, витаминизированной добавкой к рациону бизонов. Елки совершенно разные, потому что есть и те, которые просто палочки, есть елки, которым еще стоять и стоять, и даже те, у которых уже побеги пошли. В среднем мы насчитали, так очень приблизительно, порядка 200 елок нам принесли. Но очень много приносили распиленных, взятых у соседей. Чтобы сдать уже ненужное новогоднее дерево, петербуржцы специально приезжали со всего города. В итоге собранные ели едва поместились в две грузовые машины. На корм зубрам и бизонам отдадут только пушистые деревья с сочной хвоей. Осыпавшиеся измельчат, а опилки пойдут в вольер на подспилку для животных. Мне кажется, очень хорошая акция. Почему бы не привезти на помойку или сюда? Наверное, лучше сюда. Как вам кажется, вашей елке придется по вкусу зубрам? Надеемся. Мы предположили, что им, может быть, кровать нужна. Поэтому и приехали. Подобные акции проводят уже не в первый раз. И всегда хвойный подарок приходился по вкусу зубрам и бизонам. Субтитры подогнал «Симон»!